Ну-ка, отдавай мне быстро, нельзя! Чё ли, нельзя? Отдай сюда. Это спасательный жилет. Ты что? Доброе утро, стихия! Ох ты, какая шикарная! С добрым утром! Ты сегодня такое море! Ох ты, запах, конец! Оно должно быть разным. А то мы привыкли, что только спокойное, тихое море. Представляете, какой восторг! Ох, и такая красота! Вот такое объявление, что в ноябре 23-го года после шторма века разрушены опорные стены. Так и есть. И вот постановление, что это не пляж и купаться запрещено. Вот такой штурм был в ноябре 23-го года. Поэтому здесь всё огорожено. Ну, я так думаю, очень близко было кафе. Очень близко. В общем, я хожу по запрещенному пляжу. Он всего лишь 100 метров длиной. Но, тем не менее, купаться здесь нельзя. Я тоже буду прыгать через волны. Я тоже буду прыгать через волны. Ну все, собираемся, уезжаем из Феодосии в Керчь Шикарная кровать. Она не была, она есть. Шикарная. Ну все, чемоданы. Так, все проверяем Очень нравилось это зеркало. Все, вроде все взяли Быстренько пробегусь по базе отдыха. Я показывала центральный вход. Это другой вход, так скажем Большая территория Здесь тоже сдаются номера. Ну классом пониже, так скажем. Стоянка машин Был фонтан. Ну, нету уже. Теннисный стол. Несколько беседочек Очень интересный пальма. Вот с таким уже раскрывшимся цветком Здесь же очень уютный парк. Детская площадка. Фонтаны. Ох, сегодня ветер Советская столовая. Вот реально советская столовая Да, действительно очень много корпусов Здесь еще вот такая площадка Для отдыха Для вечерних посиделок И сам парк заложен сотрудниками детского санатория «Звездочка» В 1956 году Ну все. Мы уезжаем Мы уезжаем в Керчь Все вовремя Море было шикарно. Оно и сегодня Волнуется шикарное море Все. Мы поехали Саша меня ждет уже Мы прибыли в новое место И мне показалось, что это Мальдивы То есть всего лишь 100 километров И 100 километров назад, то есть час назад Море было очень жестоким А сейчас смотрите Штиль Тише, благодать Все места заняты Все места заняты Серьезно, все места заняты Ну что, путешествие продолжается Ну в этот раз у нас Маленький Поменьше Уютный номер Во всяком случае Есть Двуспальная кровать Саша оставлю Двухспальный Двухместный Тут же кухонка Можно готовить Ну в общем Сейчас выйду на улицу Все покажу Мне здесь очень нравится Все, шкафчик Бунгало Очень уютненькие Так, ну естественно Санузел Ну как же Отлично 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 Все, что надо Ничего лишнего Челюшка Здесь это Так, по-моему Я заговорилась Немножечко Опережая время Хочу сказать, что Здесь Саша спит На большой Двухместной кровати А я сплю На двухъярусной кровати Потому что Потому что Кондиционер Дует Прямо на меня А мне это Не очень комфортно Поэтому я Убегаю На двухъярусную кровать Огромная медуза Я все время думаю А где у нее мозг Мозг Вот он Вот он Вот мозг У медузы Скорее всего Он шевелится Постоянно Когда Очень хочется Порадоваться Эду мужа Домашней едой Я, наверное, Странная женщина Я соскучилась По готовке Лично я не могу Больше есть Ни в каких Кафешках Я очень капризная Женщина Очень Поэтому Я приготовила Куриный бульон Сейчас Две ножки Две ножки На два дня Точно Хватит Без всяких Изысков Поскольку Магазин Здесь Достаточно Далеко Нужно ехать На машине Около Двух километров Ну и неохота Ездить Честно говоря Так Картошечка Вообще Мне здесь Все нравится Все так Культурно Мусорка Здесь Всякие Тарелочки Но самое интересное Что я с собой Привезла Сковородку Кто помнит В прошлом году Я Дэли Брус Брала Сковородку Свою Вот Холодильник Морозильник Курочку Я уже Мариновала Часа два Нет Правда Не смейтесь Вечер Уже Половина седьмого Поэтому Пляж Как бы Уже Отменяется Вечером Поэтому Самое время Насладиться Домашним Ужином С вином Ужином 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 Субтитры создавал DimaTorzok